Еще одна задача на ближайшее время, которую предстоит решить властям Канаша – ремонт городских улиц. После многочисленных обращений жителей этой проблемой занялись активисты Общероссийского народного фронта. Вместе с фронтовиками в город железнодорожников отправилась наша съемочная группа. Полоса препятствий для водителей и по совместительству главная улица Канаша – проспект Ленина. При измерении некоторых участков с ямами активистам едва хватает рулетки. Особенно опасны рытвины у пешеходных переходов. Водитель может во избежание каких-то неприятностей совершить маневр и опять-таки создает дополнительную опасность для пешеходов. То есть очень опасный перекресток получается. Мы видим и на той стороне перекрестка, и на этой ямы несоответствующие госты. Они должны удаляться в течение суток после обращения жителей. Картина была бы еще более печальной, однако несколько дней назад представители ОНФ уже приезжали в город и беседовали с представителями администрации. Так что к очередному рейду кое-что успели залатать. Только вот работы столько, что погоды несколько заделанных ям не сделают. А вот улица Ильича. Подрядчик, который должен был отремонтировать дорогу, обанкротился. Улицу для проезда закрыли. Правда, автомобилисты об этом не догадываются. Никаких знаков и ограждений нет. Но самая большая опасность для водителей и пешеходов не в разбитом полотне. Здесь у нас незакрытые кондиционные люки. На 60. Составляет опасность для жителей микрорайона. То есть могут дети провалить. Следующая точка рейда – улица Филатова. Именно по ней привозят пациентов в городскую больницу, роддом и сосудистый центр. На такой дороге у скорой помощи скоро не получается. Потихоньку заезжаем, не торопясь. Этот вопрос у нас как бы приелось. Думаю, этот проглотились. В похожем состоянии была улица Комсомольская. Спустя три дня после первого визита УНФ состояние изменилось. На данный момент мы видим, что ямы частично заделаны. В принципе, более-менее в оптимальном таком состоянии, чтобы автомобили хотя бы могли проехать нормально. Нельзя сказать, что нет реакции администрации и подрядчиков. Работы начались вестись как по ямочному ремонту, так и по благоустройству. В бочке Дегтя есть ложка меда. Улица Железнодорожная в городе Железнодорожников. Здесь покрытие нареканий не вызывает. Что касается вышеперечисленных улиц, то ими займутся, пообещали в городской администрации. На участке улицы Филатова золотают ямы. Тоже сделают на проспекте Ленина. Все-таки мы пришли к пониманию того, что мы не осиливаем в этом году финансовыми средствами начать реконструкцию по проспекту Ленина. Мы перенаправляем средства на другой объект, более важный для нас, это улица Ильича. И сейчас вот на этом участке проспекта Ленина проведен ямочный ремонт. Сейчас на конкурсной основе ищут подрядчика для улицы Ильича. Люки обещают закрыть и оградить. Ольга Пырышкина, Сергей Адушкин, Республика. Редактор субтитров А.Семкин